Менталитет русских глазами простых американцев. Русские все философы. Роль кухонной культуры считается, что вы приняты в русское общество, если вы сидите поздним вечером на русской кухне с борщом, хлебом, водкой и философствуете. Будьте готовы к более длительным и глубоким личным беседам, в отличие от того, к чему привыкло большинство американцев. Я как представитель русского общества подтверждаю этот тезис. Юмор. От вас ждут способности произносить тосты во время торжеств, так же как и знания анекдотов. Русские обладают явно выраженным чувством юмора по сравнению с другими народами. Но вы знаете, тут я не соглашусь. То, что у нас чувство юмора, оно ярко выражено, да, но не только у русских. Хотя это как бы американцы говорят, это не мое мнение. Культура. Предполагается, что с вами можно обсудить искусство, литературу и культуру. Русские считают, что американская культура беднее. Русские читают в три раза больше, чем мы. Даже если они бедные, что-то там в книжных магазинах читают газеты и книги в метро. Вы увидите много детей, которые достают книгу сразу же, как только садятся в метро. Я не просто читаю книги, я написал девять книг. А еще все мои знакомые, они читают книги, так что да, я согласен с этим. Выражайтесь русскими цензурно. Не выражайтесь особенно при дамах. Вы потеряете все доверие и будете восприняты как человек из низов. Русские изобретательные. У русских ничего не признается окончательно сломанным. Считается, что все можно как-то починить. Русские супер изобретательные. Они годами могут обходиться без запчастей, и все у них работает. Подтверждаю, как-то у меня не было системного блока, но были компьютерные комплектующие. И я смастерил системный блок из коробок. Если вы что-нибудь подобное сами мастерили, то пишите в комментариях. Восьмое марта. Помните о восьмом марта, международном женском дне. Вам нужно будет дарить подарки женщинам на работе. Если вы работаете в России или команде с русскими, не забывайте дарить подарки и поздравлять в этот день. И помните, русские мужчины отмечают восьмой марта активнее, чем сами женщины. Складывается ощущение, что это больше мужской праздник, чем женский. Да, есть такое дело. Традиции и приметы. Не прощайтесь через порог. Это к несчастью, и многие верят, что к ссоре. Не жмите руки в перчатках. Это оскорбительно. Конечно. Ты что, меня брезгуешь? Ну-ка сними перчатку. Плевание три раза через плечо превращает плохие новости. На нас надвигается цунами. Плохая новость. Плюнули через плечо три раза. Всё. Подарки. Не дарите поздравительных открыток заранее. Дарите в праздник или позже. Дарите открытки заранее к несчастью. Морализаторство. Говорите так, чтобы не показалось, будто вы читаете им норовоучения. Они привыкли говорить на равных. Однозначно. Но тут можно поправочку сделать. Не только русские. Это в принципе справедливо для уважающих себя людей. Они воспитанные. Русские редко показывают или грозят пальцем другому за столом. Не показывайте пальцем, ножом и другими столовыми приборами во время еды. Это очень грубо и невоспитано. Да, пальцем показывать нельзя. Мамы с детства нас этому учат. Традиция и этикет. Не одевайте джинсы и майку, когда идёте в гости к деловому партнёру. Но можно так одеться, когда едете на дачу. Щёлканье пальцами по шее означает, что кто-то выпил или собирается выпить. Не говорите и не смейтесь слишком громко на публике. Но если вы, конечно, не отбитый школьник, да даже отбитые школьники потом умнеют и начинают вести себя культурно. А вон справа забавная инструкция. Гости. Если вас пригласили в гости, приносите с собой конфеты, цветы или бутылку алкоголя. Никогда не отказывайтесь от приглашения в гости или на дачу. Именно в гостях вы по-настоящему узнаете людей. Бабушки. Бабушки часто играют центральную роль в семье. Они воспитывают детей и имеют трудный характер. Они никого не пожалеют. Они толкаются в метро и магазинах, чтобы встать впереди очереди. Америка продвинутая? Никогда не говорите, что Америка более продвинутая страна. Это давно не так. Это сами американцы говорят. Приметки традиции? Понедельник считается плохим днём, чтобы начинать дело или поездку. Да, в понедельник лучше сидеть дома и никуда не ходить. Кошка должна первой переступить порог нового дома. Женщине не следует сидеть на углу стола. Считается, что она после этого не выйдет замуж семь лет. Также считается, что подобное несчастье будет и у мужчины. Если предлагают добавку, не отказывайтесь. Хотя бы от небольшой порции. Оскорбительно отказываться. Если вы сидели перед тем, как кто-то вошёл, встаньте, чтобы поздороваться с ним. Не сидите. Когда дарите цветы, дарите нечётное количество роз или цветов. Не дарите чётного числа. Что, серьёзно, а в других странах нет такого правила про цветы или встать, чтобы поздороваться? Приметы. Посидите некоторое время в тишине перед поездкой. На дорожку. Ну да, посидите на дорожку, нормальное дело. Постучите три раза по дереву, чтобы избежать неприятностей. Гости. Если вас пригласили в гости, не планируйте ничего на вечер. Вы там будете долго. Первый тост всегда за хозяйку, потом за женщин, потом за остальных. Когда вы соберетесь уходить, настанет черёд пассажка, что является исторической традицией. После тоста чокнитесь стаканами, если у вас алкогольный напиток. Рыбалка. Русские любят рыбалку. Если вы рыбак или охотник, вы на пути к тому, чтобы считаться хорошим человеком в России. Только на пути, мы ещё проверим, что ты за человек. Может, ты притворяешься охотником или рыболовом. Вознаграждение. Для русских вознаграждение за работу – это нормально. Это включает себе бутылку сантехнику или вознаграждение врачу за особое лечение. Концепция блата. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Про сантехника стереотип. У нас тут живёт сантехник Федя. Я его ни разу пьяным не видел. Да что ж там пьяным, он даже матом не выражается. Настоящий русский выезжает на дачу. Летний дом. Картошка и овощи сажаются и поливаются. Как на наших коттеджах. Шашлык готовят мужчины под специальным рецептом. Стоять в очереди. Русские не любят очередей. Часто толкаются, чтобы пролезть вперёд. Я думаю, что мы не любим очередей из-за конца 80-х, когда был дефицит и были очереди. Капитализм. Русские мало что хорошего видели от демократии, и в целом капитализм воспринимается как получение выгоды для небольшой прослойки элиты и криминала. Да, капитализм нам не так близок, как к западному миру. В ресторане. В ресторанах популярны танцы. Там же будут охранники, которые вышвырнут пьяных около 22-х, откуда такие точные цифры. Иногда всё заканчивается дракой между пьяными, но это где угодно происходит, не только у русских. Мороженое. Русские любят мороженое даже в самые холодные времена года. Да, факт. Средний класс. Признаком причастности к среднему классу являются поездки за границу 2-3 раза в год. Русский ленив. Многие русские женщины считают, что русский мужчина ленив. Не будет готовить или помогать по дому, либо же много пьёт. Но пьют везде, так же как и зожников полно везде. А вот насчёт того, что лень является ли частью нашего культурного кода, наверное, что-то в этом есть, наряду с балалайками, медведями и Иванушкой на печи. Но скорее это просто образы, и они далеки от действительности. Анекдоты про Чукчу. Русские рассказывают анекдоты про Чукчу. Это что-то вроде наших шуток про Айову. Вот вам шутка про Айову, адаптированная на русский язык. Что я не прочту про штат Айова, прекрасно там идут дела. Ах, жаль, хорошая бы рифма была. Ну, на английском немножко по-другому звучит. Ну, в общем, вот, да, прикол про Айову. В следующем ролике я планирую сделать что-то подобное, но о том, как воспринимают нас японцы или китайцы. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, пишите своё мнение в комментариях. С чем вы согласны, с чем вы не согласны. Да будет срач, шучу. Ну, а с вами был Макс Максимов, и всем пока.